алло алло дорогие друзья здравствуй здравствуй у нас телемост москва-питер сегодня мы расскажем вам о экономической составляющей наших двух крупнейших городов россии ты не только я подготовил доклад по зерновой по сбору пшеницы и как она в этом прошла а это от тебя алексей жду доклада по доллару сегодня пробили мы скажем так 80 господа 80 казалось бы да казалось бы легкой футбол надо на улице выходить и флаги поднимать но нет да ладно переживем все это дело сейчас я вкратце расскажу в принципе утвержденным плане минэкономразвития по развитию сельского хозяйства на 2016 2020 годы только померяне я записываю да безусловно в частности наверное акцентирую свое внимание об достаточно крупных инвестированиях со стороны росельхозбаза банка порядка 20-25 миллиардов он должен выделить в этом году на развитие сельхозхозяйства в том числе по направлению выращивания фруктов и ягод потому что мы ввели определенных санкционные меры в отношении тех стран которые раньше являлись основными поставщиками этой продукции на российский рынок вот и соответственно нам нужно как-то комментировать поэтому инвестиции будут я думаю достаточно востребованы это особенно игроками кто функционирует на российском сельхоз хозяйственном рынке вот и в общем то я надеюсь через несколько лет это даст твои плоды и будем кушать уже собственные яблочки не польские вот так что это интересно ага слушай ну а что говорит начальник транспортного цеха поэтому начальник транспортного цеха может обрисовать то что в принципе ну я думаю никак для кого не секрет историю московского транспортного узла в частности наконец завершается интеграция по продаже московского аэропорта шире метьево компания тпс афи авиа вот один из владельцев которых является ротенберг вот но указ по министерству транспорта был подписан по моему еще 2012 году о консолидации вот этих трех аэропортов единый транспортный узел с единой системы управления пока этого к сожалению произошло но посмотрим соответственно но ведь мы это обсуждаем все в разрезе того чтобы оператив озера существует не первый год и то что мы сейчас обсуждаем мы делаем только для того чтобы потянуть время перед тем как фаршмак запустит трансляцию мы сможем сможем наконец посмотреть что же там происходит у сборной потому что пока ребят нет трансляции а тем с алексеем и как несчетное количество потому что единственное что может нас остановить это только искать газен вагины с вышившими омоновцами интернет который закончится либо старость ну я замечаю по комментариям собственно говоря людей которые слушают то что они не очень любят читать на готовную документацию в плане развития российской федерации и так далее что плохо много теряют конечно безусловно а то сидят целыми вечерами задрачивает фифу нет чтобы сесть почитать там развитие по транспорту российской федерации по сельскому хозяйству сейчас вокруг прям понимаешь что что можно потрогать конечно конечно молодежь что с них взять ладно ладно давай уже переходить все футбол раз уж пошло пока нет трансляции скажу я прошу прощения что перебиваю трансляции я повинился скинул скайп ого иван валынкин скинул нам трансляцию сейчас ребят нам нужно буквально две минуты на подстройку все этой шляпы так ты иван ты какую-то порнуху скинь я это видать перепутал ссылку не на такой порево не смотрим я перемотал я перемотал до середины ну вами не знали что ты любитель традиционного секса очень удивлен да хорошо не пустил в эфир без распространения лёш ну давай тогда уже это самое обновим страницу да как говорится начнем чистого листы 1 2 3 напоминаю что на ютюбе можно поставить на паузу чтобы не обновляться постоянно это опять для вас для вас молодых все понятно мы старые можете говорить мы выдергиваем из розетки заявление в собес ну что у меня уже я вижу на стриме приглашение у тебя есть она да 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 уже хорошо тогда давай сейчас выдохнем соберемся с мыслями все кто начинают нас смотреть ребята просто давайте берите пивко и начинаем на нашу сборную да господа я хочу сказать что если когда-либо вы были в испании на их стадионах на футболе то вы знаете как они горячо поддерживают своих всегда и хотелось бы это то же самого от вас поэтому каждый каждый сейчас кричит вперед россия а пока мы наблюдаем как фаршмак финти с каким-то безымянным братарем и попадает в штангу первый удар штанга неофициальное время начать мне показалось потащил кипер ну ну испанцы в этом плане они ох второй удар не подать ваш мак хорошо что это это не матч но тем временем начинается игра и все приветствует всех на стадионе 23 . маш не знают стадион где сборной россии встречать со сборной испании алексей доверять оперативно да уже началась игра соответственно быстро испанцы разыграли сразу привели мяч на фланг и сейчас по флангу неплохо не проходят наши контроля то пропустили пас в центр и в центре идет розыгрыш откатил пытался испанец не получил и вот кронс владел ничем надеюсь зрители нас поймут что мы не назвали состав просто потому что поздно да да немного поздно мы включили вот ну что мы увидели ну как всегда антоха впереди так рухи то в атаке и пенальти на 5 минуте кто это заработал рухи то вообще сейчас главная ударная сила к и собственно он и должен пробивать да мы видим нарушение в подкате сыграл за нет какой старый мяч еще яшин по моему так 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 все задержали и потащил ману проклятый испанец посмотрим как наши разыграют угловой будет видимо откат и нет пошел на на ближнюю штангу ох ты ох ты знаете очень редко бывает такая была возможность скидки кстати да да была возможность скидки если честно я думаю человек сам не ожидал что ногой примет игрок эту подачу ну редко такой удается на ближней штанге честно но начало боевое согласия очень даже очень даже но наши должны собраться тем временем неплохой контроль испанцы демонстрируют хорошо проходит в принципе центр поля и вот мы видим контроль аккуратный удар ох ты дексман дексман просто первый удар испанцев опасный он его отбивает молодец сейчас принципе пропустить было бы очень дизморально я думаю поэтому нужно нужно собраться и не прижиматься к своим воротам самое главное да можно сказать команды обменялись угловыми и сейчас посмотрим что придумали испанцы у своих стандартах также идет навес правда на дальнюю штангу видимо под скидочком но дэкс мы приглашали хватили так как ты думаешь на что нужно сделать ставку нашим ребятам на все-таки на супер навес или на супер посыльно сложно здесь сказать как наши будут играть на гол я думаю нужно ставку делать но это самое главное вот не обращать внимание на забитый пенальти просто руки ты еще забьет ребята давайте просто просто посмотрим антоха вот самое главное только на фланге это вот персональный мой фаворит он должен должен здесь тащить такая тем временем играю поместилась центр поле идет борьба более-менее рухи то хорошо контролит сейчас пройдет наверно по флангу не не получилось у него все-таки встретил его защитник идет контратака но это все таки немножко странно наш выдерживает защитника сейчас выровнялись все в порядке то есть минимизирует возможно хоро закидах да заметьте вот выводы видимо сделаны были из прошлых игр не просто так уже суют наши ребята вперед не просто так навешивать то есть есть какой-то рисунок но главное сейчас вот этот человек очень опасно опасный момент он произошел у наших ворот и здесь немножко вот один из защитников на мой взгляд может потерял позицию поэтому собственно говоря и произошло это событие наших ворот мы посмотрим хрон опять разворачивает атаку сборной россии откатывает назад шельному шельной пытался открыть центр ошибается с пасом перехват испанцы опять в центре поля ну идет центре поля стандартная борьба но вот именно за центр поля и должна воевать наша сборная потому что знаем и да что испанцы именно так будет ли подняться флажок заходит в штрафную нет никакого офсайда знаешь что джону терри не показали офсайд с каких перепугов и должны показать руки того согласен согласен и так крон опять закидывает но видимо решили закидышками наш поиграть ну а закидышками то это она понятно потому что без закидышек наша сборная просто так не существует самое главное что испанцы дают проходить центр вот что хорошо этим нужно пользоваться форшмак далеко сбрасывает на ближнюю штангу идет скидочка на дальнем правда вот не было никого на дальней штанге за что достаточно странно вот здесь крон опять центре борется молодец практически во всех эпизодах в центре поле хрон участвует и отыгрывает немножко кани не вижу да 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 но все-таки хорошо что видно хрона потому что от него я все-таки жду тоже краски активных действий что будет будет в дальнюю зону шерсти 9 до 39 метров это именно столько вот смогли за четыре года про проекты немцы в ленинграде ты хорошо помнишь эти события какая ошибка происходит выходит испанец откатывает хорошо под удар к сожалению почему так кстати это вот забил человек который камин аут совершил на прошлой неделе все узнали что они традиционной ориентации ну не будет увинить ведь он забил гол главное ребята не расслабляться за ведь мы можем был уже момент с пенальти и этот гол ничего не значит холи априс забиваем это крухи то разводит мяч в центре принимает дает на фланг но здесь у ткани пытался обратно да 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 вот сейчас немножко так раздали ребята в центре играть то почему бы не играть мне и вот сейчас может быть опасной ситуации опять-таки говорят вот стрим лагает кстати жест да давайте проверим почему лагает если если это происки правительства потому что мы тут обозначили повестку дня по поводу зерна и всего остального то как бы ну извините ребята как бы нас просто фсбшники пытаются глушить но тем не менее навес по флангу и дексман забирает мяч прости нас ради господи зритель что я вам скажу что идет ты 36 минута матча россия испания вот сейчас фаршмак пытался начать атаку не очень вышло и этот счет 1-0 он на самом деле сейчас раскрыл некоторые проблемы проблема в том что испанцы вроде как бы дают играть но при этом наши пока очень сумбурно создают момент вот очень много пасов сейчас назад а нужны пасы вперед хотя не знаю может быть не хотят пока рисковать вот майлз хорош но перехватили у коневока мяч и опасная атака испанцев могла бы быть если бы не фол мы правильно давайте щемите их там на самом деле потому что чего не но в общем и целом конечно если характеризовать игру достаточно проходит атаки у одной и другой стороны но единственное наверное мы не смогли более правильно рисовать те моменты которые нас возникали вот ну а как ты думаешь было ли сейчас бы этот гол если было пенальти забито как ты думаешь испанцы бы сели или побежали еще больше мне кажется они немного открылись и мы могли бы их поймать просто еще бы да потому что были у нас моменты неплохие мы в принципе неплохо быстрый голом всегда сходили да да а тем временем идет навес вот с углового на ближнюю штангу скидочка отбились наши ошибаются испанцы и вот опять идет дальний закидушечка маял живые прям как будто лучшие годы и заброс снап ошибается на фланге и идет такая опасный контратака испанцев но здесь ля ля бист хорошо подстраховал ну ждем ждем до конца тайма нужно еще пару атак сделать хотя бы которые придут к ударам ребят потому что это не делал так тем временем а то контроль в центре довольно таки плохо но попытался избавиться от мяча но сразу все равно приходил хорошо рухи то пытался вкатить он очень нежно пасеком в штрафную здесь вот скидку выигрывает уроки то бьет и ух какой момент вася да какой момент очень хороший момент было рухи это был прям на ударной позиции со скидочкой он так вжарил слету и здесь вот отличная скидка антоха бьет и отопить антоха ну антоха и тут у архи то мяч я говорю много-много испанцы видимо тоже менжуются да немного заметь да из того что испанцы дают моменты делать как будто наши не знают что с ними удивительные моменты возникают вроде и мяч штрафной он у нас и можно пробить ну конечно надо реализовать надо реализовывать нет моменты есть поэтому я думаю что голы еще будут кого еще будут причем хищев наших ворота как я понимаю но надеюсь в чужие ворота их будет больше так посмотрим что сейчас будет происходить борьба в центре поля скидочка как они подбирает тем временем случится свисток первый план начи закончена посмотрим статистику четыре удара по воротам четыре удара в створ у спанцев четыре удара в сторону ворота один только в створ ну соответственно уже и гол вот вот было было не забит было не забитой пенальти завершенные пассы ну в общем целом есть конечно ошибки у кани немножко мне кажется да 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 ну и схему нас все таки 352 поэтому нужно нужно ее использовать раз поставили то давайте парни использовать ее по полной тем более испанцы вот прям видно было по первому тайму ну дают дают они играть и было уже у нас им моменты все что угодно поэтому делайте грязь просто делайте эту грязь а тем временем у нас в начало второго тайма илюха правда ну все хватит хлопать арахит отыгрывает на хронах хрона опять делает дальнюю закидушечку надежде что там у фаршмак выбор они прошло прошла прошла тем прошла тема и в принципе нормально можно было бы так они сейчас делают длинный достаточно пас на среднюю дистанцию но здесь вот быстро отпрессинговали испанцы дразан 85 ломится вперед и какой он пас делает сквозной у дексман божественно хорошая смон просто показывает вас пока дексман лучший игрок у нас в этом матче как говорится напоминает меня в молодости не ну как он побежал назад сейчас про мнение хорош хорош ты видел какой сквозной пас такой получился у испанцев взглядение просто вывел игрока на ударную позицию надо уходит собирает и теперь быстрый контрат пойдет по флангу закидывает он далеко мяч на фланг арухита скидывает хрон хрон выигрывает но здесь до в борьбе уже пришлось защитнику испанцев выбить за боковую линию так скидывает за боковой линии наши хрон выкидывает да и хрон это был или кто снижался только скидывает вы здесь форшмак подобрал но мощно из прям прям видно что и подборно и скидки проходят но ребята реализовываем это все в гол потому что сейчас начнется нервотрепка уже просто выигрывает весь верх ну что что еще сказать просто нужно это использовать раз проходит тем временем испанцы попытались сделать заброс в стиле нашей команды но у них это не получился офсайт не стоит забрасывать в нашем квартале так посмотрим что придумает форшмак будет ли он ну немножко поднялись испанцы мы видим да соответственно сложно сделать забросы стук какой-то мягкий навес но это будет сложно ну вот идет по центру поля закидушка которая не опять наш выиграют скидочку арухита бьет издалека ох ох если бы это шло все в угол да просто возможность была возможность была на но к сожалению не попал рухи то но хороший момент произошел опять вот наша скидка отлично воздухе принципе играют наши парни постоянно выиграют все скидки хрон пробил очень неплохо и также дальнюю девятку я жду я индивидуальных действий от антохи чтобы прошел четверых я дух и арухита могут взять индивидуально себя игру тем временем форшмак отлично навешивает на в дальнюю зону штрафную там пошла скидка но не смогли наш замкнуть да у нас здесь было с текстом выходит самое удивительное прошлых матчах когда делали ставки на навес но не проходила половина сейчас смотрите воздух у испанцев выигрывается ребята давайте воспользуемся это идет тем временем к не на фланге с мячом чтобы делать индивидуальное мастерство демонстрирует проходит смайлой маял смайл сара смайл сюда отлично отыграл форшмак тем временем попытался издалека пробить как только принял мяч слету но немножко не получилось к ним тем временем прессинговал отыграл снабу стоп на фланг немножко мы потеряли мяч ничего 12 игрока не стоит говорится у каждого есть друг за боковой линии которые никто не видит но он есть кидывает испанцы тем временем посмотрим чем приведет центре поле подбирает антоха отыгрывать нас аж сальному шальной приводит на фланг хеслер хеслер делает дальний заброс по флангу но немножко толковато здесь ну то есть если вот эти все пасы были ради того чтобы закидывать защитников так далее они слуцкий поаплодируют но как голу это не приводит до сих пор поэтому я считаю что не нужно делать столько левых пасов более когда нужно выиграть конечно конечно наверное сейчас уже то время когда стоит действительно дорожить мечом и каждая так и отлично смайл играет ну и раскрепоститесь ребята давайте просто антоха финты арухит дриблин где это все где это все да вот сойдет пенал в центре и тут сразу двоих снес я вот просто вспоминаю как помнишь наша сборная реальная когда с голландцами забила второй гол как раскрепостились побежали да вот сейчас нужен этот гол чтобы как раз кирс проститься и побежать вперед так линия защиты не будет подниматься вроде поле не стоят по линии стоят до остались разыграть попытались испанцы по стеночку но не вас и дальше в центр но так конечно не разыграться вот здесь вот опасно очень перехват и сейчас может быть опасно но хорошо навес не прошел но продолжаем подходит штрафной до аккуратней предверии штрафной пожалуйста господа не фалите особенно жестко но майлс дает им там просто дает им там понять что здесь не нужно хинтить этот фланг до 50 на 50 владения тем не менее но поопаснее испанцы атакуют честно говоря ну да у нас много ударов и вроде так более менее летит неплохо но как-то вот прямо чтобы штрафной такого не было к сожалению уже давно ну кроме то остальные это не вечная сейчас второе дыхание да у нас рубится а если она конечно стоит у некоторых игроков этому стоит поэтому она сейчас точно откроется далеко по фону тем тем временем наш сбрасывает мяч принимает рухи то отыгрывает на коне к не делает неплохой принципе перевод и здесь ваш мак мог выиграть головой к сожалению не выигрывает сносит его тем временем мяч у испанцев хорошо заброс центр поле здесь платы все принимает в центре и что он будет делать попытался опять сделать такой сквозной пас через центр хорошо что пытаются пока риск преснику сейчас прессинг даст наша команда уже необходим потому что 8 минуты и необходимо ясно делать ну на вал не на вал а все-таки вперед немножко немножко агрессивнее до тем временем опять скидочка идет посмотри воздух ран выигрывает воздух смайл дела майл сделать отличный это забил антоха это красавчик а то хода да 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 не зря мы ему говорили как нужно играть помнишь еще после прошлых да 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 провели инструктаж определенный видимо молодой организм впитал все правильно наши консультации 1 1 1 1 и игра начинается снова тем временем испанцы пошли сразу вперед безусловно хочется отыграться очень неприятно пропускать на 80 минут и не фалить не фалить и здесь аккуратно биста забирает мяч хорошо выносит вперед бог с ним арухита выигрывает голову роза забирает мяч идет хорошо играет корпусом отыгрывает арухита арухита контролит мяч молодец молодец единственно прям в атаку идет в плане того что создает движение да да в принципе его как раз вот напора агрессии в определенную как говорится моменте помогла нашу команде забить гол так вот здесь вот наш защитник вначале проиграл но потом отыграл молодец арухита переводит центрах на хронах рон сейчас будет развивать атаку ясно но не назад не назад хорошо что просто на удачу не пульнул наперед мере от контроля мяч оставил у себя масс проходит тем временем берет игру на себя молодец куда вот этот пас был не до конца я понимаю если честно здесь фаршман это пас или токсик я хочу сказать у нас процент понятно я понял тебя а тем временем по фланг проходит испанцы и сейчас может быть опасная ситуация делает финтом убирает двоих защитников заход штрафную сейчас будет прострел там может быть замкание очень опасно опасно сатан проснулся в ванне сейчас просто момент выдохнули выдохнули все болельщики сборной россии от такого эпизода и угловой на последних минутах матч это всегда опасно посмотрим каким образом испанцы будут разыгрывать стандарт или сразу ли пойдет на вес если на вес ну даксман неплохо чуть-чуть у играет на выходах обычно вот но есть время там и да идет скидочка и он остался в воротах хорошо что наверно не пошел туда потому что из-за боковой линии введут испансы что будет делать приз делает он на вес попытку дальнюю на дальнюю штангу но слава богу что она закончилась так анти испанский сейчас был момент в игре но уже свести судья уже все пора уже к второму матчу либо последний контракт наших так хронов здесь к сожалению очень опасно вот это опять сквозной пас хорошо снап играет молодец прочитал игру перехватил мяч вынес но немножко недалеко наверное отбиваемся отбиваемся мы последние минуты к нехорошо опять-таки заблочил мяч мэлс кидается в отчаянном подкате и собственно говоря свисток говорит нам о завершении этого матча счет 1 1 что скажешь по игре опасно конечно был у наших ворот и счет этот на самом деле не то чтобы не по игре вот здесь могли мы решать вот это пенальти да да это наверно было один из ключевых моментов и потом еще пару моментов когда меч прилетал нам во время одной атаки несколько раз подряд когда мы находились до штрафной до дэксман также потащил один момент когда сквозной пас был очень опасно знаешь знаешь хотелось бы на второй матч пожелать ребятам вот такой же самоодачи уверенности в себе какую показывает майлз по сути на позиции где нужно наоборот защищаться он не боится идти вперед и вот именно вот этот запал он должен на всех потому что скажем так индивидуальное мастерство у наших игроков она присутствует и у некоторых игроков она явно выше чем у испанцев они могут это делать вот очень хорошо сыграли на втором этаже наши то есть очень много скидок выигрывали что касательно второго этажа вообще в этом матче претензий нет просто это образцово показательные выигрывание воздуха которые только можно увидеть ну и мы ждем второго матча откуда негр в сборной испании как вообще не пропускают как ты думаешь будут ли перестановки какие-то на второй матч или таким же составом не могу сказать я в принципе если честно не сказал бы что кто-то вот прям конкретно так проваливала свою позицию может немножко не хватало да это было сказать что кто-то проваливался такого я не заметил честно говорю поэтому ну даже если оставить этот состав и реализовать те моменты которые возможно реализовать то мы можем сделать эту группу победы для нас да да вполне вполне осмысленные действия были были конечно и ошибки но вот гол антохи шикарен вот блин антош просто хорош напомню что вот посмотрите как он показывает свое празднование напомню что антоху забанили тут на одном турнире где он играл один на один и сейчас он показывает всем хейтерам как он забивает за сборную россии просто хорош это точно так сейчас вторая игра да у нас должна быть ну по ударам мы видим по статистике мы лучше были вот да действительно много ударов нанесли и из-за штрафной и находясь внутри штрафной но в реальности вот таких вот розыгрышей хороших моментов когда мы водили людей там за разряда как водили испанцы таких сожалению моментов не вот этот пас из центра на цап она она форварда вот да 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 стандартного такого хорошего розыгрыша ну вот открывающего форварда не было таких практически моментов ну там один закидушечка неплохо проходила ну самое главное что меня как бы радует что есть игра игра живая она идет что нет вот этого вот сумбура я вот все время очень плохо читаю ники определенные там на английском языке снаба называю он горит у нас шап так что не обижайтесь вот ты ко мне пишет что надо комментировать под плюхами знаешь что у меня неделя неделя трезвости и бедности поэтому когда совмещаются две эти темы то не очень до настроение такое особенно 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 в такой день когда доллар 81 и вот только сборная россия сейчас может принести мне самую радость чтобы я потом пошел наконец-таки уже хряпнул за них стакан грузинского вина на винишко перешел а где старый добрый эфедрин уже перепробовано все как говорится хорошее вино только только делает плюс так шап дэксман бист хеслер конек шельной майлз ваш мак хрон а ну и кстати вот пишут комментариях чтобы мы передали привет эротичному чмоку не волын если вы слышали начало нашего стрима там волынкин нам стрим скинул видос в общем говоря очень эротического содержания на часа и в ссылке попутал жесткий хардкор и вот там чмок они просто она в абсолютную я не знаю как я усну сегодня после этого наверное если наши выпады но перед перед глазами будет стоять именно этот видос до сих пор сложно закрыть и говорить может быть и стрим лагает из-за этого потому что мало ли мало ли на самом деле так тем временем беларусь обыгрывает армению в полуфинале 85 минут 10 сейчас уже мешки картошки просто повезли на стадион чтобы отпраздновать потом это дело белорусы белорусы без картошки из этого матча не выйдут но тем временем начинается второй матч и как говорит иван волынкин давайте посмотрим этот самый начнем вот не обижайся на нас мы любят я знаю ивану все это время сидит с нами в конференции что за стадиона странный ну хорошо к область в опорту область область в опорту нам это не важно как стадион нам важно чтобы наши забили то и опять испанцы мяч на фланг же приз контроль это очень недурственно мальс там агрессивно атакует и в центр отыграли но здесь достаточно плохо фаршмак его принял схрону но нет не дошали до конца и он прошел и ударил да ну на самом деле момент момента говорящий опасные это точно это точно опять выиграем воздух руки-то выиграл скинул на мэлса к сожалению дальше мы потеряли мяч джиплиц опять идет по флангу очень цепкий вот ребятенок смотри постоянно просто проходит без финтов да 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 просто в тупую продавливает и раз за разу у него это получается на удивление но на самом деле это хорошо что пока сейчас он вот так вот проходит останавливается где-то в шаге от штрафной а когда он будет проходить уже до ленточки вот это будет опасно но надеюсь ребята наши это контролируют тем более три защитника которые должны друг друга страховать сейчас у нас вроде работают слажен посмотри спросу не идет в штрафную под скидочку шап хорошо выносит вот и здесь опаснейший момент никто не ждал этого момента просто даже мы не ждали что будет вынос и здесь будет сразу скидка под удар слета в одну казань но это люди бы которые долго играть в футболе бы да гребаный скрипт включился забили какую-нибудь херню это шара это шара и пошли забросы вот сейчас опасно должен был быть какой-нибудь баговый гол безусловно в нашу сторону сказать вот но тем временем до 1-0 проигрываем дексман играть до хрон проходит центр поля контролит мяч смотрит кому бы отыграть передать мяч на флант на кани к не выкатывает отличный мяч и рухит а рухит выкатывает центра и лима там было сайт если не ошибаюсь сошло с ноги не включился скрипт можно можно сказать но ничего момент есть но по-крайней мере я увидел действительно хорошо разыгранную атаку причем замерзали что фрон отдаст в разрез а он отыграл так что как бы ну испанцы не ожидали а тем временем скидушка неплохая на антоху антох поборолся но мяч мы потеряли вот сейчас опять воздух фаршмак борется за мяч отыграли испанцы нашу защиту перехватили антоха делать неплохой пас наперед и сейчас отлично может быть контра и вот здесь на вес гол гол арухита с головы просто ну вот вот сколько нам нужно это было ждать 14 минут чтобы арухита забил с головы просто хорошо на самом деле думал что будет прострел но я тоже я тоже ждал да тоже ждал прострела но в общем целом самый главный результат мы тем временем отыгрывает на охраны и наши идут вперед они почувствовали свои силы тут даже на ходу успевал сфинтануть представляю как амбаров бы это сделать хрон тем временем опять-таки очень активно участвует попытался навесить штрафную там сожалению нанесли защитники мяч остается у нас к не отлично переводит на фланг фаршмаков фаршмак идет по флангу немножко не понял вот это вот его задумку с этим пасом но да бог с ним шальной тем временем в центре также с мячом остается мяч все наш команда контролит но делать неплохой пас хрону хрон да пытался пяточкой красиво отыграть там сожалению защитник перехватил да ну в общем целом не сейчас нравится в определенной степени как наши игроки действуют вот здесь вот этого игрока держите потому что он на финте очень недушно прошлый раз убрал фаршмак отопнет контролил да просто как ребенка забрал мяч тем временем как неплохо отыгрывает назад шальному шальную фаршмаку на фланг и опять идет неплохой заброс по флангу и сейчас что будет антоха делает пас отлично на хрону хрон входит штрафной что он делает делает мягкие навесы в центр штрафной и наш бьет слета но такой мягенький ударчик каню нанес и так хрон с мячом теперь кани с мячом удар издалека какой рикошет а отваляется тем временем угловой угловой проведет наша команда посмотрим что они сделают полигональный фотограф скидка ух скидка медиамарк была бы сейчас но ее нет потому что закончились новогодние праздники а фаршмак по флангу остается один на него три испанца три испанца и рикошет ну нашего фаршмака и тремя испанцами не взять как говорится тем временем опять угловой идет на ближнюю штангу отличная скидка гол гол 2 1 2 1 сборная россии знаете есть такая песня к сожалению из-за сказать цензур не могу ее спеть поэтому она будет звучать немножко на французским манер кво-кви-кви-кву-й кво-кви-квей-кву-й кво-квик-вей-квю-й кво-кви-квей-кву-й кво-квей-квей-квей-квей-квей-квей-квей-квейч контроль понимают что могут спокойно обыгрывать вот вот они в они почувствовали что можно играть уже свой футбол а испанцы как баня испанцы уже начинают в панике матеряться понимаешь посмотрим что сейчас будет опять навес на ближнее на дальнюю штангу пойдет под скидочку по всей видимости немножко закрутился ближе к центру к не тем временем мяч принял попытался сразу пробить чтоб не потерять его не обрезать опасная контраст ну да да ну в принципе к неправильно сделал потому что он понимал что обработать но не успеет возможно опасная контратака и поэтому сразу нажал удар но в общем-то хорошо для нас закончилось из-за боковой линии видимый мяч что же будет на раскидка на руки-то раз воздух у нас в этом противостоянии выигрывается сегодня майлс сейчас очень далеко заметет вот здесь принял рухи то но к сожалению смог обработать мяч мяч ушел за боковой линии испанцы вводят за боковой линии также видимо далеко будут метать до далеко метает чуть ли не в центр поля здесь хорошо хрон отконтролил принимает мяч сделал мягкий такой забросик к сожалению не прошел он посмотрим что будет нас хорошо кронит линию паса не дают игроку сыграть принимает мяч и и снова майлс не доборолся не доборолся не доборолся в половине поля он хорошо вроде прессингует форшмак нет центр поля перевели мячик хорошо к не прочитал игру отличный пас на антоха головой скинуть не получилось и опять мы воду выбрали мяч у антохи что он будет делать может разыграть красиво хорошо масса ходит бьет красавчик красавчик ну лишний наверно был немножко финн он сам не ожидал что так произойдет тем временем мяч у беста но здесь вот в борьбе принципе мяч остается у нашей команды за боковой линии мы ведем бест валяется за боковой линии ну может быть симулирует конечно ну не в наших традиций ведем его 21 так что в принципе можно поваляться немножечко да но мальс очень хорошо подключился сейчас вошел в штрафную и создал красивый момент красивый момент что там греха таять прости за то что не забил тем временем опять попытался пройти в наглую но здесь хрон уже понял принял хорошо отыграл на руки торги тут проходит центров поля в принципе неплохой контроль идет хрон да ну когда же будешь чем в центре отыгрывает ткани на хрон отличный был в принципе пас такой неплохой сквозной хрон к сожалению смог сейчас обработать его и вот так же апаре сыграть испанцы да но все-таки в крови у испанцев выводить через центр вот тогда надо до победного будет пока не пройдет вильямс вильямс это был но тем не менее инициатива в наших руках в наших джойстиков наших профи футболистов а тем временем идет заброс на фонтов шмака мячу беста переводит майлзу здесь коньяка не отыграть назад шабу наш об делает заброс наверно он все-таки хотел больше на фланг забросить нежели в цен нет я думаю я думаю все таки это уже рефлекторно потому что когда мы сказали про супер навес что-то что-то голова сыграла время хорошо идеально играет треугольничек отыгрывают испанцы прессингует теряет много сил молодцы фашмака проходит по флангу вытягивает на себя отыгрывает неплохо а тоха делает отличный пас на хрона хрон делает на финте остается мяч у нашей команды отлично конечно заходит штрафную и что он будет делать вы решил пробить опять неплохая скидка на тоху мяч у хрона и вот знаете немножко сейчас не хватило чтоб упасть да 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 кристиану роналду бы одобрил сейчас этот момент так а тем временем опять шел быстро навес на ближнюю штангу но испанцы уже ждут этого они уже пропустили один так ну потому что они же понимают что супер и супер навес то он сейчас уже включился поэтому нужно работать конкретно по воде бар разыграем за ниша роза нашли сделать фашмак подобрал мяч и опаснейший момент кто убил без да хотел ох смотри как распидорасил чувака 9 6 9 6 и 3 1 у испанцев 31 я просто считаю мы должны даже побольше счет сделать я этим я про что я говорю что как при таком количестве моментов нужно уже улучшать увеличив а по результатам двух матчей получается что у нас если сейчас мы с таким счетом остаемся получается мы мы проходим дальше мы если один даже пропустили говорили ты слышь какой-то голос если же мне кажется я постарался у кого это оценка такая была прям высокая посмотрите 7 чем-то ну фаршмак конечно листает оценки как будто я блять r2 d2 вот это понимаешь это тебе только препаратов не завезли по курсу 8 7 и завезли так ну второй тайм начался и коньок вот он режим супер а вот этим временем хрон отлично перехватывает мяч что он будет делать откатывает достаточно далеко фаршмаку фаршмак просто видимо все принимает и пробьет ух знаешь что хотел сделать фаршмак в прошлом сезоне вы коллеги он забил такой гол когда сделал два вот этих там заколола в боку потому что нечего бухать сейчас пробить бы пробить просто жестко в девятинку или розыгрыш будет розыгрыш с откатом с откатом лёша у нас другие вещи творятся тоже не убедили как раз прием и гол отличный розыгрыш 3 1 арахита делает просто счет уже не то чтобы разгромным но таким что можно наконец расслабить свою очко как как я поймал кипер на движение кипер ломонос думал тот сразу ударит а он докрутил стик и все-таки ударил в другой угол отлично красавчик просто просто испанцы ну что испанцы ответы временем уже пошли посыпать пяточкой хрон отлично отыгрывает они хроны я прочее говорю только почувствовали вкус игры и сразу начали играть в футбол в который 13 статистика двенадцать три господа продолжать я напомню что вся эта атака началась супер навесы да да снова весили испанцы они не ожидают они не ожидали наш секрет наружу я считаю просто но но когда моим а когда мы его искать открываем полим из всех орудий мы бы готовимся просто чемпионат мира 2017 год который пройдет у нас в россии там супер навес будет просто в действии сейчас мы проводим просто тактические учения рухи мяч в центре мауза отыгрывает здесь хорошо шальное обратно отыгрывает кани кани пяточка отлично отыграл какой вывод мяча на антоху под удар просто красотища да у вратаря в ники 94 это как бы год рождения что по всей видимости тем временем шальной скидывает мяч господи что господа делают что господа делают да подарите ему коньки пусть катается замечательный момент арухид тем временем делает хитрик он просто-напросто хоронит испанцев и мы больше никогда не съездить на побережье коста браво и коста дорадо отдохнуть просто-напросто ему визу никогда не дадут да и вообще мне кажется террористы то уже ищут его адрес да а вот вопросе который я повесил в прокладе есть вариант как наша сборная победит и пока я думаю вариант на изи в этом многие причем не верили в это а тем временем идёт и тушечка дальняя рука принимает мяч и челку решает сделать покер немножко не получилось на фите ему обыграть защитник уже ладно уже он свое дело он свое слово сказал осталось только еще как бы ну один завить фаршмака 9 и 20 не макер тоже красотища фаршмак тем временем несколько по сути голов организовал как раз своими неплохими очень даже навес да а вот сейчас он вкатил штрафную пасек совершенно вышли навесить до испанцы мне кажется уже морально немножко так под сдулись дэксман красавчик на нас переводит мяч у нас приводит на коне вперед и теперь я думаю давайте уже майлзу дадим забить что вы никогда не космена как играет наша сборная россия ну знаете я вот в определенной мере завидуют то что я сейчас вижу отличный вывод там вот мне очень нравится наша игра просто прям угли подкаты и под удары сейчас я сказал когда сравнился с фаршмака с игорем весело он весел бы так и сделал так бы так бы и пробил но тем не менее счет 4 1 67 минута конеок давай красавчик просто-напросто хорошо на финте к сожалению кроме вот этого фаршмак тем временем принимает мяч издалека и делает отличный пас на духу а то антошка сейчас просто немного смазал момент хотя пас ему фаршмак отдал идеальный идеальный знаете это потрясающий счет мне он очень я скажу я могу закурить сигару закрытыми глазами так но не расслабляться бист здесь хорошо перехватил пас без ошибок и выносит мяч нормально нормально все сделал вполне вот здесь вот нужно выиграть воздух ну к не выиграл воздух с нарушением небольшим залез на плечи у соперника а кто-то его испортил из испанцев заметил хорошо что на открытом пространстве играют не так заметно так тем временем испанцы пытаются опять через джиприса пройти по флангу отыграть на марвера и джиприса посмотрите заходит вот этот опасный игрок делает что он делает я знаю только что спас наши ворота пробить я не знаю ну да там уже было нереально вот она россиюшка то вот она да все правильно все правильно немножко посушить игру надо отыграли назад спокойно повыманивать их пусть они прессингуют бегают суетятся такие забросы когда режим супернавес включен его просто нельзя уже все что что уж говорить надеемся что еще будет мой 5-1 это была бы просто сказка сказка которую комментируют алексей новгородцев и максим гаврилов да мы стараемся для вас эти ребята ради нас стараются да 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 тем временем шальный хорошо отборолся отыграл на майлза здесь хрон принял вы к сожалению потеряли мяч хрон вернул в итоге к нам мяч и вот сейчас идет вперед вот не отдавай никому мяч просто иди вперед в одного вот серьезный тем более они теряют его навешивают давай сейчас нужно отконтролить ух хорош хорош был бы конечно раму и шап молодец молодцы вдвоем в принципе они момент этот контроль и арухисты держит в центре мяч переводного шмака но здесь вот такой легенький навес к сожалению защитки все время практически ну испанцы почувствовали что как бы времена и несты хави и давида вели это прошли понимаешь остались вот эти вот ребятки которые вроде как бы напугали всех сначала а сейчас получают 14 на 83 минуте от сборной россии на который многие многие вы поставили крест который на костылях выходил на костылях конечно да смотрите-ка четверо так тем временем ну видно испанцы потухли немножко антоха жестко фреснингует мяч забирает и по сути в любой точке поля происходит борьба которую наши довольно таки неплохо отыгрывают чувствуется это моральная составляющая да много мы пережили уже за этот матч прямо я почувствовал гордость за нашу команду вернули мы вернули мы себе просто прям и самое главное вот в таких моментов видишь потенциал команды ты понимаешь что они могут делать как они могут играть тогда ты будешь когда забили уже там второй третий просто расслабили очко и начали играть так как умеют они так как просто заставляли какие красивые распасовки были розыгрыши просто супер тем временем штрафной пробит испанцы последние минуты идут этого матча но собственно говоря они уже понимают что но ученцы для них ну я думаю хотя бы там еще забить какие может быть контент организует но не получается не получается у них крон все-таки за мою мою мысль услышал все-таки пускает майлз чтобы он прошел по флангу отлично сейчас контратака может быть на фланг пройдет не отдавал никому не просто иди в жало в одно жало серьезно давай просто делай вот папа вот вот молодец ну а газов конечно я опять мазу господа я вас поздравляю всех кто смотрел всех кто слушал это была отличная игра со стороны сборной россии который насладился побеждает непобедимую как как говорили сборную испании полуфинале евро и выходит финал финал евро наши ребята молодцы вот прям реально сейчас каждому пожал бы руку хоть это и фифа антоха который забил в первом матче да и вернул нам веру в победу и все вот эти четыре гола арухита который по-царски решала в трон да и вообще все молодцы кани все молодцы очень хорошо сыграл пол защита защиты добростно дексман в критичные моменты спасал нашу команду я считаю просто-напросто показали действительно достойную игру особенно втором матче показали что могут обыгрывать кого угодно и самое главное показали очень интересную игру давайте да 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 самое главное что было на что посмотреть вот мне очень приятно был интересный для просмотра ну испанцам надо отдать должное да все таки это головой такой был фартовый они первом матче все-таки что там показали но против такой команды ну как мы с тобой обсуждали то что по сути вот ты говоришь да там замены будем делать или нет но она наверное не стоило дело делать потому что действительно было видно что мы можем сыграть самое главное знаешь что хорошие его заделала на финал плане уверенности до этого же арухита да и для того же антохи что как бы команда понимает что если дать им мяч они реально могут могут сделать и решить момент в пользу команд да да вот вот сейчас форшмака пригласим товарищ я пригласил маялса вашего любимого давай майлса можно позвать еще с этим ребятам мы сейчас расцелуем их просто во все злочные места как в тех видео что сбросил иван не полить сейчас наберите я его добавлю отключим андрей террасенко и фаршмак фаршмак еще согласен своего не дал отдаст ему не надо согласен мы его добавим прямо так андрюха привет здравствуйте здравствуйте поздравляем тебя и всю команду с победой в этом матче мы болели персонально за тебя все две игры скажи первые впечатления после двух матчей слушаем тебя ну изи скажи да не на второй матч просто легче задался потому что мы забили первыми второй год команда но сразу видно было то что испанцы любят так атаковать и они сразу пойдут отыгрываться ну мы собственно и подловили то что они большими силами довольно вперед пошли там буквально где-то ну четыре человека точно в атаке оставалось вот возникали зоны ну нам повезло мы воспользовались этим не слышали а по первому по первому матчу спрошу когда вот не забитый пенальти был дизморальную этого или нет наоборот все таки к ним наверно у варахи то лучше спросить ему в последнее время с пенками не везет поэтому знаю знаю что было заметно после того как собственно вот твои активные действия на фланге часто ты подключался и другие начали собственно также действовать во втором матче как ты считаешь вот если бы не не такая активная игра и не вот эти первые два гола счету мог быть другим или испанцы бы также просили ну не знаю если честно то есть я просто выполнял свою работу на поле да скажи вот у тебя там играл товарищи джиприз вот но по сути вот испанцы играли практически одним флангом играли не через твой фланг и вот этот товарищ довольно таки геморройно пропихивал мяч ну я боялся просто активного отборить и потому что ну если получается если я промахнусь отбором он просто пойдет и наш фланг просядет и получается цоп один из стопов должен будет с меня страховать и освободиться зона в центре поля а их центре довольно много бы что они 433 играют слушай а по поводу как раз таки схемы 352 у вас была на этот матч наигрывали вот последнее время ее или какой-то был еще вариант у нас просто не знаю наверное больше как-то игра пошла вот задалась так-то мы 433 наигрывали и ром вроде даже пытались ну вот как-то резача как-то попроще нам а скажи расстроился моменте когда прошел на финтах уже штрафной и не получилось сюда когда когда не ожидал что получится так что они это принципе видел то что меня два человека блочила поэтому я делал в этот самый четырехзвездочный финт один пытался дальний пробить но меня потом мантовых покритиковал шуму ближку ну не знаю момент прошла этого ничего страшного главное что сборная выиграла тем не менее андрюха еще раз тебя поздравляем спасибо что подключился и к нам подошел подошел евгений фаршмак капитан сборной которая обыграла испанию евгений а юсс евгений давай нам спик from my heart прям сначала по первому матчу что можешь сказать по первому матчу и вот как конкретно после пенки что-то поменялось или нет пенки ничего не поменялось могли повезти не повели что-то могло поменяться на 0 играем дальше цикотно стало после пенки на первый матч вот все-таки такой был жесткий в плане борьбы было много за счет было заметно выигрывали воздух скажи пожалуйста в этом матче акцент на супер навес делался или нет нет конечно у нас ни одного большого форварда не было на поле у нас есть в распоряжении экспромты и гроза не играли как раз не на навес мы рассчитывали она другое на бассейн после находки то собственно и вышло втором матче расскажи пожалуйста как команду ко второму матчу настроил что сказала да ничего особенного сказал что мы играли лучше первом матче и надо выиграть второй я уж не помню что искал ну был учет а вроде этого наш первым мы могли вы могли голову 10 забить голов 5 пропустить показал что мы лучше играли не отыграли вы точно лучше вот и поэтому даже мы когда обсуждали матч мы понимали что скорее всего замена не будет потому что ну смысла их нету делать потому что ну и так видно было что когда моменты моменты до потенциал был то есть и видно было что ну за дело есть вот скажи а вот в принципе то получилось сколько у нас два голода стандартов но вот это с углового и с розыгрыша получились вот и вообще было заметно что почти весь воздух выигрывали за счет чего за счет того что испанцы безалайбер на угловых вообще играли они шаба оставляли просто раз пять я на него вешал наверно вы было у него начали крыть после гола только два головых подряд было я на весел на шаба он скинул там за не получилось забить и 2 точно также подаю они уникро и это предмена испанцев они наши заслуга скорее уже и женек тогда тогда вопрос как думаешь бомбануло мне кто бы у испанцев бомбануло конечно старого они посыпались вообще не могли играть напомнили где-то к минуте 70 я не знаю есть у меня только защитник этого не крылья я тоже бомбанул скажи честно ожидал что вот такой второй матч будет ну я ожидал что мы забьем ну хотя бы один потому что по первому матчу это просматривалось могли забить и больше и забили в принципе ждал ну ждал что испанцы могут нам ответить потому что мы проваливались слушай ну раз ты пока останься здесь а здесь у нас теперь еще два триумфатора этого матча это наш любимец антоха антоха привет добрый добрый и царь и царь штрафной и просто человек который сделал второй матч таким которым его запомнили это арухита арухита ты здесь вот ребят начинаем по порядку антоха мы весь первый матч дали когда ты возьмешь мяч протащишь двум в очко и забьешь и ты это сделал ближе к концу матча скажи пожалуйста было был было ли у тебя волнение и хотел ли ты решить как раз первом матче что у тебя было первом матче вообще по эмоциям как это будет проходило вот то есть был был у тебя расчет перед матчем что вот забью я всегда планирую забить конечно здесь поляками три гола обещал но лучше здесь наверно тогда скажи а по второму матчу скажи пожалуйста ожидали ты от испанцев что они вот так вот просрутся вы их просто начнете натягивать уже понятно понятно ну что ж ты молодец мы собственно говоря и ждали что ты забьешь и вот этот первый матч нужно было переломить и прям молодец что решил ну а теперь переходим к рухи то руки ты в курсе что ты царь то нет особенно после незабитого пенальти пожалуйста как ты вот внутренне себя ощущал когда вот пенальти был не забит что вот как бы ну бомбанул или все-таки собрался и решил такой ну и хрен с ним буду дальше или деваться только больше появилось справиться скажи а как во втором во втором матче вот после за после первого гола чу ли ты что вот оно пошло сейчас уже будет 4 и больше да конечно сразу чуика пошла и момент появились надо было забить как тебе испанские защитники в этом матче это очень слабенько не спирали славина второй матч вообще вообще как тебе сборная испания что ожидали ты что вот так вот все как бы муз дуются они или все-таки ожидал какой-то более упорной борьбы и что моментов не так много будет конечно не ожидал такой слабой игре от них очень тяжело наверное тяжелее чем с немцами и поляками а тут они что-то прям конкретно обосрались ну что ж ребята это еще раз хочу вас поздравить с этим матчем тогда перейдем сейчас главной теме как я понимаю в финал выходит сборная беларуси вопрос к егене форшмаку вот в каком сне ты мог бы увидеть финал россии и в одном матче даже матче с армянами я стоял на армян причем с большой уверенностью не знаю кто у них там так тащит смотреть тогда ребят вопрос к вам будете ли вы как-то уже сейчас более активно готовится к финалу или все-таки уже прямо попла плановые сборы будут или все-таки вообще никаких выборов у нас максим на тренировках творится просто ужас одно расстройство мы по 5 матч подряд сливаем это потому что никакого толка когда мы собираемся перед матчем тогда мы нормально можем играть на тренировках это ужас ну слушай на самом деле еще хотел вас знаешь что спросить вот этот состав который сейчас он победный его не меняем на финал или и все такие будут замены я не скажу беларусы понимают по-русски правильно надо ставить секрет понятно ну что ж тогда мы желаем вам победы финале потому что то что беларуси оказалось финале это ведь тоже не случайно согласитесь потому что фифа такая штука что вот сейчас как бы ты выливаешь а потом уже нет вот можете наверное сказать еще по последнему слову что чего ждете от команды вашей финале ты наверно будем уже победу победу это или два два матча будет тогда смотрите из расхода того что вот сейчас испанцев 41 натянули во втором матче получается давайте чтобы финале тоже примерно вот как во втором матче потому что вот когда когда вы скрепощаетесь вы начинаете ребята реально играть круто реально начинает расширить свободно себя чувствуете это заметно есть приятно на это смотреть вот то есть никто не закрывается поэтому желаем вам такой же вы же результативной классной игры как с испанцами и надеюсь мы победим спасибо спасибо а теперь уходи уходить отсюда вот я знаете знаете у меня единственное было опасение что вот когда при 352 что начнет у нас защита вот испанцы начнут прокатывать центр потому что они до победного это делали пока пока не они хорошо ловили моменты даст сквозным пасом через центр несколько моментов эпизодов было очень опасно ну вот поэтому страх вызывал это определенный но потом они решили через фланги походите фланги хорошо майлз ваш мак отрабатывали поэтому собственно и ребят последнее последнее что вы можете сказать хейтером которые вот знаете вот прям ждали ждали что вы проиграете что фаршмак плохой тренер что красится на матч что-то там придумывают какие-то красным по подкрашиваете это чего-то можете сказать ну они правы были я тоже самое ждал капитан сборной россии наших тренировках не были там просто было что мы проиграем первому сопернику хорошо хочу сказать я хочу сказать то что все видят как же они очень хочет выиграть ну больше всех мне так кажется с этой командой так как он тренер и собрал состав ну это видно и как он волнуется очень переживает вот ну и вы да в свою очередь стараетесь тоже за капитана играть конечно стараемся антоха антоха к тебе к тебе вопрос как скажи пожалуйста вот сейчас вернешься в дизель ребята пересмотрят пересмотрят матч и увидишь и ты навешиваешь вот как штраф не появится ну такая такая судьба что еще еще раз ребят спасибо поздравляем еще раз победы красавца просто красавца спасибо до свидания да мы пока судим мое эротическое видео с иваном волны иван хотел попросить у тебя еще ссылок меня тронул вот ну легтора давай последнему слову до закругли всем спасибо кто смотрел за этой игрой я считаю это большое достижение и ознаменование того что все у нас в будущем будет хорошо потому что славянский мир будет играть финале вот собственно говоря мы показываем что нас не согнуть и не победить крик ним или с тобой слава россии не будем так жестко просто скажем что и сотен русских глоток раздастся крик русские вперед и все мы победим иван тогда раз ты как комментатор который тоже шел со сборной весь этот путь и комментировал удачный матч и неудачный что ты можешь сказать вот о матчах которые были до этого я почти с испанцами тоже тебя послушать ну что можно сказать сыграли в принципе сегодня добротно несмотря на то что все хейтеры любят эти навесы сегодня они зашли как мы видим ну и финале можно вопросе оставлять только один вариант ответ с таким счетом белоруссия просто нагнет ну что ж тогда тогда я подведу итог сегодняшнего противостояния не скрою друзья было было была такая маленькая степень опаски в первом матче когда был не забит пенальти такой думаю ну блять нужно нужно было забивать на второй матч просто вернул веру и в команду и в наш футбол и все остальное я думаю что вот нашим сборником которые у нас в реальный футбол играют нужно посмотреть как играют наши сборники фифе и брать них твою мать пример надеюсь финал будет интересным сам не ожидал что финале окажется белоруссия не думаю что он будет легким раз белорусы прошли до финала значит значит что то у них там есть ну а с вами были алексей новгородцев он же альта максим гаврилов он же 7 битвов иван волынкин он же тот человек который скинул нам ту самую кассету ну и здесь у нас еще герои этого матча антоха всем спасибо смотрите нас еще мы обязательно будем комментировать финал до встреч всем удачи